Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мало кто помнит из нынешних 13-летних зрителей, что разрабатывался Макс Пейн в далёком 97-м году, а вышел в 2001-м. Да, а я ещё мимом даже не был. Ммм, я как раз в это время в школку пошёл. Да, помню Half-Life, Матрица, Квейк и прочее. Вот это было время. А я и тогда был пизд***ом. Еб***им, где я чё, Матрица и Квейк в школе учили. Хватит тут ностальгировать. Вернулся ваш Макс Пейн, старый, местами лысый, но всё такой же смертельно опасный. А где ты его нашёл-то? Я в магазинах ещё не видел, например. Ну как где, на консолях естественно, только к нам его как-то странно везли. Во всём мире уже в игру давно играет, а наши ленивые издатели жопу чесали и игру не завозили. В итоге пациенты скачали игру старентов и наделали обзору в разной степени заразности. Точно-точно помню, как геймер супер клятвенно обещал сделать обзор на Макс Пейна 3 первым. Вот. Но тогда я был полным дауном, мне было 11 лет. Я не знал, что это такое виртуальный CD-ROM, я не знал, что это такой образ. Поэтому я немного попущу в эту игру, да? Да он какую-то ху**у обещал, и вообще по его словам выходит, что он сбежал из психушки, а вместо дисков украл клизму из битого стекла и ватный тампон. Я пробрался в здание на канате, чуть не сработала сигнализация. Мне оставалось 5 секунд, за 5 секунд я выхватил жёсткий диск из компа, и вертолёт меня выкинул назад. Я выписываю ему кофейную клизму. Ну а пока мимо пиздобол лечит супергеймера, я вам кратенько расскажу то, о чём вы и так, собственно, знаете. Макс Пейн 3 — это игра в жанре 3D-шутера, и для создания моделей в ней использовалось трёхмерное сканирование и физический движок эйфория. А работали над игрой не один Rockstar, а сразу несколько их подразделений. Это Rockstar Vancouver, Rockstar Toronto, Rockstar London, Rockstar New England. Новая игра была анонсирована издательством Rockstar Games 23 марта 2009 года, после событий второй части прошло 8 лет. Макс постарел, сильно изменился, потел на болеутоляющие, алкоголь и окончательно устал от жизни, а также сменил место жительства и работу. Самого Макс Пейна сыграл Джеймс Маккефри, который засветился Far Cry 2, Laniweki, Alone in the Dark. Игра уже вышла на консолях, а у нас на ПК она появится только в июне. Но это не беда, Японии придётся ждать аж 6 сентября. И, кстати, занимает игра немного не мал 35 гигабайт. В времена первого Макса таких винчестеров-то не было. Ну вот, видите, можно же интересно про игру рассказать, если в руках её нету. Во-вторых, потому что Rockstar Games не умеет игры на ПК делать, а вообще. Вспомните GTA 4, LNA, вспомните, какие они глющины тупые на ПК. Да, тяжёлый случай, придётся усыплять. А вот наш Антошка Луганов из Игромании. Правда, медицина тут бессильна, ведь Антон рассказал об игре за 3 месяца до её выхода. Ножёвое сало в микрофон. Хорошие новости, дорогие друзья. Третий Макс Пейн получил окончательную дату релиза. А, нет, он просто текст так читает. Как вы знаете, Remedy продали Rockstar все права на игру, и теперь работают на Microsoft. Да вы что, это же не Логанов. Логанов вообще так отъелся, что уже в кадр не влазит, а только в маленькая кошечка. Вот блин, что один жирная задница, что другой, ну разве так можно? Так, спокойно, дайте-ка я выскажу. В последнее время стало модно косить под олдфагов, и даже если тебе 12 лет, и ты не ставишь знаки припинания в своих комментариях, а во времена первого Макс Пейна ты не мог контролировать свой мочевой пузырь. И как раз сейчас вся эта подзалубная псевдолдфаговая школа латинь повылезала на различных форумах и начала показывать то, какие они хардкорные ценители игр, называя Макс Пейн недостаточно нуарной. Еще до того, как она вышла фактически. Хотя эти хуесосы даже слово нуар без ошибки навряд ли смогут написать. А если учесть то, что все эти дохуя критики еще и скачают игру с торрента, то ситуация выглядит и вовсе комичной. А я каждый вечер молюсь, чтобы школьники больше никогда не играли в пиратские игры. А Антуан с командой с 10 человек состряпал какое-то 5-минутное видео и озвучил его голосом репетура. Переменами во внешности протагониста дело не ограничилось. Что и неудивительно. Ведь Rockstar задалась целью сделать Макс Пейн 3 образцовым современным шутером. Ну что, Лин, какой твой вердикт? Да, пора Антошке уже кончать копать картошку, купить компы и начать играть в игры. Так, Антон, хватит под столом прятаться. Ну-ка, иди сюда, сейчас мы тебя будем лечить. Например, никуда не делось замедление времени. Но теперь оно еще и автоматически включается, когда Макс уже при смерти. Фу, ну с одним разобрались. Ай, там осталось. Ну а кто же все-таки там сало за кадром жевал? Да, это какой-то киборг-неудачник. На второй минуте он начинает перечислять плюсы игры, но тут у него отказывает модуль здравого смысла. Нас ожидает крутейший искусственный интеллект. Нас ожидает уйма разнообразного оружия. А также, о ужас, мультиплеер. Есть одна очень плохая новость. Это то, что проект не анонсирован под ПК. Ах ты тупая железяка, ну как это не вышел? Я ведь уже его в стиме заказал. Не, киборги это не моя специальность. Отсюда мораль. Жующий сало киборг это не человек, а Джозеф Керр. Согласен, но больше так не делай. А вот ролик от умирающего словесным поносом дрища, в котором он делится своими первыми впечатлениями. Я в предвкушении нажал заветную кнопочку play и был немножко шокирован. А чем, собственно, я был шокирован, сейчас вы узнаете. Что? Макс, что ты делаешь? Ты же теперь... Ебать у чувака впечатлений море. Вот смотри, как надо было удивляться. А, Макс, ты теперь лысый? Охуенно. Бедняга, возможно, это его последний выпуск. А пока злые и ленивые издатели выпустят Макса в России, то он уже и помрет в луже собственных кокулик. Абсолютно согласен с вышесказанным. И вот вам для контрастности злобное превью. Доброго времени суток, уважаемые зрители. За окнами васю белеет весна, но нам-то с вами... No life, just game. Во-во-во, чувак, помедленнее, нихуя непонятно. Хотя с ним, как со снегом весной, под тонким слоем мягкого блестящего и дорези в глазах белого снега может оказаться внушительная куча говна. В любом случае, лысый парень из мальчишника в Вегасе... Ой, какой скорострел, интересно, он и в постели такой же. Он работу работает, чтобы получить много долларов и подняться в тамошней иерархии. Цель которой у правильного отечественного игрока должна стоять на том же месте, где и желание поссать. Да, без наркотиков тут не обошлось. Вот бы умирающему трещу хотя бы часть энергии этого живчика. Почему судьба всегда забирает самых лучших геев? А вот какой-то гнусавый школьник сетует, что сначала он не доверял Рокстару. С начала разработки игры прошло так и немало времени. И хочу признаться, когда за нее взяла студия Рокстар, я был скептичен. Но сейчас я полностью уверен, что им можно и нужно доверять. Не, ну конечно у Рокстара были сомнительные проекты. Это, например, эм, хе-хе-хе, синие. Или, например, то все. Вот, две сомнительные игры. Ну чувак, это же, блядь, Рокстар. Линка, расскажи ему про Рокстар. Ну, начнем с того, что они делали GTA, они делали Red Dead Redemption, который, правда, по сути, все равно являлся GTA, они делали много других игр, которые, правда, по сути, являлись той же GTA, но, блин, GTA же хорошая игра, поэтому, если много GTA, то это хорошо, наверное. А вот какие-то новые геи, называют себя геогеймеры, и тут чувак что-то напутал, потому что действия Мэкспейна происходят в Бразилии, а не в Москве на Красной площади. Странное дело, несмотря на множество интересных деталей, которыми изобиловал монолог Федерико Клонферро, маркетинг-менеджера Rockstar, вовсе не хочется пересказывать вам его слова. Ой, какой у него грустный голос, так и хочется его приголубить. Но чувак что-то напутал, ведь действия Мэкспейна происходят в Бразилии, а не в Москве на Красной площади. В случае с Мэкспейн 3, Rockstar настолько с уважением вообще относится к первым двум частям, настолько... А что это он всё время левый глаз прищуривает? Очень важны для Rockstar, мне кажется, что по Мэкспейн 3 это тоже видно, насколько вообще там в игре, насколько важную роль играют диалоги, насколько там всё здорово, насколько там прекрасно проработаны персонажи. А как бы ты себя вёл, если бы тебя окружали геогеи? Хотя, кого я спрашиваю, тебе понравилось. Кто ты, очередной сорокалетний алкаш-неудачник? Кто снова смотрит тяжёлым похмельным взглядом в грязное зеркало? Бывший коп Джон МакКлейн, последний бойскаут Джо Хеленбекк, Макс Пейн? Говорить о технических достоинствах и геймплейных нововведениях Макс Пейн 3 тоже, что и рассказывать о составе краски, которой Ван Гог писал свои знаменитые виноградники. А вообще, текст за кадром и геймплей явно не стыкуются. Такое чувство, что текст писала учёная обезьяна. Вроде слов умных много, а смысла нет. Отсюда мораль, текст писать не вслух читать, это две большие разницы. А вот особо опасный псих обосрал ещё не вышедшую игру за то, что там вид из-за плеча. Это издевательство над великой классикой по названию Макс Пейн. Как я уверен, будет убогий вот этот совершенно вид из-за плеча. А у старых Максов вид что, из-за члена что ли? Макс Пейн 3 будет очередное УГ, как любят выражаться. Да, по-моему, так же со спины, но это не важно. Важно, что этому психопату надо срочно выписать сапогом поебальную прививку. Ни минуты геймплея нет, уже заказывать. Подонки, шизоиды! А вообще, это называется вид от третьего лица, и появился он в каком-то там году и в какой-то игре. И сначала было непонятным множеством, которому все сулили смутное будущее. Однако самые первые игры от третьего лица, всеми любимые, все в них играли, и никто к ним скептически не относился. Я говорю о Марио, Танках, Контре, Червяке Джимми и прочих играх, которые были тогда, когда еще компата по сути не было. Господи, ну неужели это Макс Пейн его так довел? Да он просто долбоёб, и Макс тут ни при чем. Смотрите, что он еще говорит. Каких-то кардинальных улучшений, каких-то покрестных нововведений, доработок, допустим, чего-либо здесь. Мы не видим ни в коем разе этого. Да что же с этим человеком не так? Ведь Макс Пейн 3 это новая игра, с новым графоном, эффектами, сюжетом в конце до концов. Ну, наверное, у него были проблемные родители. Подонки, шизоиды! Вообще, этот повар весь обзор поливает игру грязью, но никакой конкретики сказать не может. К чему я все веду? Вы скажете, вот, Каньон-то опять для свое, опять бросился нудить здесь, что, вот, прогресса нет. Ну, ребята, прогресса здесь действительно нет. Это Эддон. Вот ебать заебись! Да ты смотри, что он на Человека-паука гонит! Это вообще пидарб*** какой-то! В мультсериале Человек-паука крутейший чувак, который ходил в зал, занимался спортом. Здесь же нам показывают вонючего задрета. Эдон ходит в своих мерзких очочках и пидарковато посматривает на девушек. Если бы только этот, ты смотри, как он выглядит! Современный атеизм есть не более, чем проявление пидарастических наклонностей сегодняшней молодежи. Ай, боже, какой кошмар! Да уж, как я его понимаю? Да он просто неадекват! Смотри еще! Когда я смотрю фильмы ужасов, я люблю говорить таким сатанинским голосом, например. Процессора больше уже ничто не спасет! Он загадал свое желание. Это было его последнее желание. Ебать, да тут, походу, только облучение поможет. Отсюда мораль! Ребята, давайте жить дружно, а то вашу жопу разорвета атомы! Сегодня состоялся релиз, точнее он не состоялся, он состоялся пиратский релиз. Макс Пейн 3, то есть одной, наверное, из самых ожидаемых игрушек 2012 года, ну, лично как-то для меня. И сегодня я уже успел в нее поиграть вместе с другом и... Да это же наш знакомый Ярик Ху**ик, он признается, что играет в пиратскую версию игры, да еще и издателям под роликом предлагает отсосать! Вот именно из-за таких сволочей разработчики и не получают той прибыли, которую они заслуживают. Так что прописываю ему лоботомию. Пилуй ты ему прописать, чтобы не оскорблял разработчиков игры в пиратку! Отсюда мораль Ярик-нарик! Че-то ты какую-то хрень сказал! Зато правду! А ты знаешь, что наш знакомый Крепыш Бесовский тоже сделал обзор на пиратскую версию Макса? В общем, сделал я летсплей по Максу Пейну, далеко не лицензионному, так скажем. За что ему прописали черкаша и удалили ролик? И эти ребята начали таких, как я, наказывать на Ютубе, можно так сказать. Рокстар пи***! Вообще не ряжу гребаных рокстаровцев! А еще он рокстар суками назвал! Запретили мне выкладывать на него ролики больше 15 минут. Вот такие вот рокстар суки, мерзкие подонки! Вот был бы поумнее, знал бы, что существует эмбарго! Запрет на выкладывание геймплея! У америкососов за это серьезно штрафуют и сажают в тюрьму! И, собственно говоря, мне пришло предупреждение о том, что я полное говно, я ублюдок и так далее. А у нас всего лишь дали предупреждение! Да спасибо надо за такое сказать, что легко так обошлось! Ну а я вот неплохо так с ним общаюсь, поэтому, может быть, все-таки не надо его лечить? Надо! А вот про этот очередной унылый обзор можно смело дремануть часок. Макс Пейн – это герой, у которого в один день вся его прекрасная жизнь пошла под откос. Надо запомнить, буду прописывать пациентам в качестве снотворного! Борьба за восстановление честного имени сопровождалась принятием алкоголя и обезболивающим. А вот школьник с трясущимися от волнения руками снимает на камеру монитор с пиратским Макс Пейном! Мы играем за Макс Пейна, там, то играем, то как он лысый, то он с волосами, то вообще прошлое, как в второй части практически. Ну каждый раз по-разному, короче. Ему, как и любому школьнику, тяжело выразить отсутствие мыслей словами, поэтому он долго думает. Сюжет там вообще так закрутился, я просто не буду вам рассказывать, но он сильно закрутился. Хотя бы даже за сюжет стоит эту игру купить. За слоу-моу, за миллионный темп. Он даже присутствует в сетевой компании. Делает большие паузы, рассуждает о графоне, как заправский ванамас. Ну да, мне графон, графон такой неплохой, конечно, ну не идеальный, но такой неплохой. На движке сделано рейдж. И забыл, как называется GTA 4. Ну рейдж это движок этого. Эээ, движок GTA 4 и еврофоне. Еврофоне этот движок используется для создания видео на основу геймплея. Дети, если долго шарить по торрентам, то на ладошках вырастут волосы. А вот какой-то иностранец про Макса на русском рассказывает. С вами снова геймер-крю, а именно Доминик Джонс. Нафига я сюда ссунулся, уж лучше вздох. В остальном обычный шутер. Да какой-то иностранец, очередной пират нищеброд. Наверняка любитель баскетбола и видеоигр. Правда мне показалось, что на боксе Максимушка смахивает на кинцо за 2.300. Все как-то мыльновато было, что ли. Голос вроде бодрый, рассказывает интересно, но что-то в нем меня смущает. Также не стоит забывать, что это не приквел, не сиквел, а продолжение игры. Вот идиот, ведь сиквел это и есть продолжение. Ну неужели нет ни единого нормального обзора на Макса? Ну вот смотри, на моем любимом канобу пистолетом в жопу игру обосрали, но все равно поставили 8,5 баллов. Гейз Геймс ТВ на момент снятия этих кадров ничего не сделали. Плейграунд откровенно тупит и скоро будет называться Стопграунд. Без укрытий, правда, не обойдется. Но они не станут обязательно частью экшена, которая по-прежнему будет делать ставку на открытую стрельбу и умелое использование буллетайм. А голосам из туалета я бы доверять не стал. По версии Rockstar Vancouver, после финала второй части детектив Макс Пейн не переборол моральные и душевные травмы и забыл о том, что с ним случилось. Не начал нормальную жизнь. Вот и получается, что объективного, хорошего обзора на Макс Пейн 3 в природе не существует. Эй, стоп-стоп-стоп, а как же я? Мои обзоры самые объективные. Я даже не испугался толпы школьников и быдла, которые пытались защищать Call of Duty Modern Warfare 3 в комментариях к моему негативному ролику о ней. Хотя здесь, мне кажется, и не придется ни с кем воевать, так как, судя по рассказу моих знакомых и по виденным мною кадрам геймплея, игра получилась и вправду на славу, и, возможно, даже станет лучшей игрой года. Хотя загадывать еще, конечно же, раны. А ты сам-то что думаешь? Я думаю, что первая часть была охуенная, вторая часть была не менее охуенная, и сейчас вышла не менее охуительная третья часть, ведь за игру взялся Rockstar, а это знак качества. И те, кто называют игры с сюжетом мыльным кинцом, пи***ры нахуй. Так точно, чувак. И хоть у меня и есть приставка, но я подожду PC-версию, и там уже сделаю глубокую аналитику. Так что все ждем вторую часть, где я покажу тех, кто не влез в первую, и побольше расскажу о PC-версии. Тогда все ждем вала обзоров на Макса в июне. С вами были Линк и игровой пи***л Мим Гэй, и помните, что конкурс на приставку состоится в день релиза PC-версии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok